Весеннее обострение. Под таким названием в Дагубе застартовал ежегодный рок-фестиваль. Он стал 13-м по счету и одним из самых громких музыкальных событий этой весны. Много историй. Своё начало рок-фестиваль берёт в 2001 году. Тогда скептики не пророчили ему долгой и счастливой судьбы, ошиблись. Сегодня фестиваль прочно стоит на ногах и продвигает рок-культуру в массы. В этом году в конкурсной программе участие приняли 9 рок-групп и не только из Даугупеса. В фестивале принимают участие 3 рок-группы из разных городов. Это Карсово, Краслова, Крампис-Ливаны и Резектан. Ну и также, конечно, и даугупесские команды, такие как Дабосу-Дурвис, которые уже популярность заняли в нашем городе. Репертуар конкурсантов был весьма интересен и разнообразен. Со сцены звучали рок-композиции на английском, латгальском, русском и латвийском языках. Стало очевидно, что эта музыка объединяет людей, и неважно, на каком языке она исполняется. Восторженные возгласы и аплодисменты – такой была реакция зрителей на первые аккорды песен «Фуррер Мана Лидмашина» и «Трава у дома», благодаря которой ансамбль «Земляне» когда-то стал одной из топовых групп в Советском Союзе. Но вернемся к конкурсу. На сей раз решено было обойтись без жюри. В этом году мы делаем не так, как обычно. Да, обычно это судья, титулованные и так далее. Но в этом году мы решили сделать зрительскую симпатию. И вот этот кубок получит та команда, которая наберет больше всего голосов. По итогам голосования обладателем Кубка зрительских симпатий стала команда из Далгоплса «Теория жизни», выступление которой мы увидим на празднике города.